в настоящий момент мы подъехали к тупику здесь когда-то располагался пионерский лагерь огонек вот асфальт заканчивается сейчас мы туда проедем и посмотрим что там сохранилось и есть ли что-то там какие признаки жизни и что-то реликт остался ли от советского периода я имею ввиду хоть какое-то напоминание о лагере я правда не знаю что здесь было но какое-то все-таки здание отмечаются руины пионерского лагеря огонек что за помещение может быть здесь тоже находилась какой-то отряд я уже не помню потому что когда я был в этом лагере мне было 6 или 7 лет я был в первом классе вот как все заросло оси ничего не осталось как всегда мусор это неизбежный спутник нашего сказать отношение к природе на том берегу дачи и находится бывший кировец это там находился санаторий для детдома кировец вон там одним словом то что имеем не храним потеряем плачем данный репортаж я сделал для своих подписчиков которые когда-то некогда здесь проводили свое детство и хотели бы обозрить его я так думаю что это очень важно потому что здесь проходило детство и люди имеют право знать что случилось с теми объектами лагерями где они отдыхали раньше ну и можно по ностальгировать конечно но это видимо погреб где хранили продукты наверху была столовая если я правильно помню но так или иначе здание тоже не сохранилась но это вот что осталось вы знаете кто бы что не говорил о советском прошлом были плюсы и минусы но плюсов было достаточно это вот мощная социальная инфраструктура когда вот на примере хотя бы пионерских лагерей был организован досуг молодежи детей и почему сейчас при новой власти нельзя все это восстановить ведь у нас а страна сама по себе богатая я имею ввиду не дорога снефть и денег девать некуда там на кубышки национальном фонде лежат эти миллиарды вот чиновники себе джипы покупают дорогостоящие почему нельзя сюда это все направить ведь это не стоит больших денег вот кто помнит много было арбузиков такой растения типа грузика вот их много здесь они пахнут специфический запах у них сам лагерь огонек находился прямо в лесу и вокруг была такая оболочистой местности вот например вот заводь а здесь как бы пригорка и асфальтированные дорожки везде были они сохранились как мы видим но от самих зданий ничего не осталось ребята давайте вспоминаем кто здесь когда воспитывался отдыхал в этом лагере и оставляйте комментарии вот еще нашли бывшие здания фундамент от него остался только лишь что здесь располагалось я уже точно не помню ну наверное тоже какой-нибудь корпус где располагался пионерский отряд как вы видите все заросло и что интересно я вот помню точно что здесь очень много было крапивы и мы постоянно с этой крапивой играли нарочно в нее прям кидали сами падали и потом сами себя жалели вот она крапивая на ваун тут тоже что-нибудь осталось интересно да такое типа противобога что-нибудь такое ничего да все что было украдено до нас как это надо признать что в какой-то степени организован детский отдых я имею ввиду на природе в нашей области но дети отдыхают всего лишь 10 дней если в советское время месяц смена длилась то сейчас 10 дней этого очень мало но и также очень много лагерей которые вообще из тезли земли проданы или например просто вот таком состоянии находятся в общем у кого есть что сказать оставлять свои комментарии под видео будет интересно подискутировать на эту тему ставим лайк и подписываемся на канал всем пока и ну и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok